Все равно есть исключение, есть какие-то там реально труда, Инстаграм, но при этом все равно мы и выкладываем, когда у нас хорошее настроение, когда мы классно выглядим, когда мы хотим что-то про себя рассказать. Это снова битва блогеров. В команде Ксении Нагаевой и Дарьи Белла в основном начинающие блогеры, которые хотят писать о жизни в духе своих популярных наставников. Я вообще по образованию программист, поэтому любые соцсети, я всегда как бы, мейлру сначала был, потом ВКонтакте, конечно же появился Инстаграм, я впереди планеты всей, надо регистрироваться. Когда только Инстаграм появился, у меня там не было никакой стратегии, никакого контент-плана, естественно. Но сейчас, так как Инстаграм это вообще большая часть моей жизни, потому что у меня агентство, и мы занимаемся тем, что продвигаем разные компании в социальных сетях. И я не могу там вообще из своей жизни его исключить, и поэтому, конечно, смотришь за трендами, смотришь за тем, что актуально, смотришь за разными компаниями. Вообще, то есть, ну, приходится просто, потому что по работе, ну, в смысле не приходится, мне это все нравится. Вам придется сто раз смотреть разные stories, сто раз слушать контент, который, может быть, никто даже не прокомментирует. Это нормальная история, но вы тем самым себя каждый раз будете улучшать, и что-то у вас в конце получится какой-то классный, идеальный продукт, который будет ваш. И очень хочется, чтобы вот именно рассказать, как это классно, как это быть естественной на камеру, потому что интернет пестрит, это все блогеры, все их хаида, они не настоящие. Они там нам вот продают какую-то супер ненастоящую жизнь. Постоянно мне знакомые мои подписчики говорят, так классно на тебя смотреть, мы тебя знаем, и это же реально все так. Вот что-то выкладываешь, у тебя действительно все, ты даже какой-то, ну, там, своей неудачей все равно с какой-то жизнерадостной позицией. И именно вот этого настоящего сейчас, мне кажется, не хватает. Я больше, конечно, затру Инстаграм за настоящую жизнь, и, собственно, в своем Инстаграме я это пропагандирую. То есть если я, у меня бывают не очень дни, да, там, я могу проснуться в плохом настроении, я могу выложить сториз, что у меня плохое настроение, я могу выложить там сториз, что я не накрашенная. Это нормально, я не хочу создавать образ, что у меня всегда все классно, я всегда улыбаюсь, и мне все так клево, я так путешествую, и вот, посмотрите, пожалуйста, и все позавидуете мне. Конечно, я такого не хочу делать, потому что это просто, ну, мне не близко. Эти встречи с телефонами в руках в жизни участников уже стали привычными. Задания от организаторов, советы и рекомендации по выполнению и коллективный разбор полетов. Мы, когда увидели свою команду, мне кажется, это самые милые котики. У нас еще в команде есть один парень. Это вообще плюс, когда парни тянутся. Половина, как обычно, я хочу стать блогером, но я вообще ищу себя, помогите, девочки мне. Ленивые, конечно, есть такие, не знают, чего хотят. Но мы пришли сюда работать, вот я донести людям, что как вести Инстаграм. Потому что команда, на самом деле, очень крутая, и я вот искренне верю в то, что все равно люди всегда подбираются к тебе. Те, вот, которые тебе, ну, может быть, сейчас нужны, там, или ты, которым нужен, или, ну, в общем, близкие, да, тебе по духу. Ругались за то, что, конечно, все недисциплинированные, потому что все равно мы с Дашей такие лояльные, такие, да, активные, такие позитивные. Вот все равно, вот больше, да, вот, там, типа, делай, как чувствуешь. И все равно, я с этим и в жизни сталкиваюсь, что это очень расслабляет людей. Но мы сейчас уже немножечко поменяли, там, стратегию и говорим, что так, все, есть четкие сроки, все прописали. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, должно быть вот так вот. Все равно это битва все равно. И, конечно, когда ты еще с другими командами, конечно, я иногда говорю себе, ой, но победа не главное, главное участие. Но, конечно, хочется победить 100% постпроекта, они найдут себя именно в Инстаграме про что им писать и что именно заходит. А дальше уже все зависит от них.